Вот уже более 20 лет Ленинск-Кузнечане собираются у камня памяти жертвам политических репрессий, чтобы вспомнить тех, кто был занесен в черный список, был репрессирован. Место выбрано неспроста. Именно здесь, в здании нынешней прокуратуры, в 30-е и 40-е годы находилось отделение НКВД, место временных арестов горожан, где выстраивались очереди людей с единственной целью – узнать о судьбе своих близких. День памяти жертв политических репрессий в России – напоминание нам о трагических страницах в истории страны. Трудно передать словами глубину трагедии, которую довелось пережить нескольким поколениям наших соотечественников. Клеймо «Враг народа» легко на плечи безвинных людей и целые семьи. Много ошибок было совершено в те страшные годы, и все меньше становится свидетелей тех событий. По воспоминаниям очевидцев тех событий, следственные изоляторы в то время были переполнены. Люди спали на цементном полу. А если кто попадал в карцер, то мог только стоять, либо сидеть согнувшись. Сохранились исторические факты. Одним из таких является дело детей, арестованных в 1938 году. Мы их держали под арестом не один месяц. Каждый день устраивали допросы, выискивая за их спинами более взрослых договорщиков. Подсчитать точное количество всех пострадавших от тоталитарного режима невозможно. В Ленинске-Кузнецком на сегодняшний день зарегистрировано более 1100 реабилитированных граждан. Мама моя, жертва политических репрессий, была изгнана с Ростовской области в город Казахстан. Ну вот потом ее до достижения 16 лет ее прислали в город Ленинск-Кузнецкий. Ну тут ее в 16 лет послали работать в шахту комсомолец. Вот она всю жизнь проработала на шахте. Ну тут судьба сложилась вся, брат ее тоже был реабилитированный, жертва была. Ну выжили как-то они. А наш общий долг сделать все для того, чтобы страшные моменты истории нашей страны больше никогда не повторялись. В памятный день все неравнодушные горожане приняли участие в панихиде, у часовни памяти погибших шахтеров, иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость. Анна Шуркова, Павел Желтиков, Ленинск-ТВ